Лариса Николаевна, руки моют, готовится стол накрывать. Да. Привет, друзья. Сегодня у нас отключили электроэнергию, необычный кулинарный ролик. И мы решили, что в темноте дома сидеть, голодными. Плита не работает, духовка не работает. Выехали на природу. Иван Афанасьевич первым делом разжег костер. И пока он разжег костер, мы приготовим салатик из редьки. А уже поставили мы в духовку картофель под парусом. Десять минут побыла картошка в духовке, вот так на половинке. Я посыпала базиликовой солью, выключили свет. Мы вот так свернули картофель, завернули в фольгу. И сейчас запечем на костре. В углях, да. Кто на природе впервые, Иван Афанасьевич прочитает инструктаж, как правильно с одной спички с первого раза зажечь костер. Зажечь костер не проблема. Поставил сухой травы, самых тонких, сухих, сухих веточек, самых тонюсеньких. Потом крупнее, крупнее, крупнее. Самое главное, не оставить жар после того, как вы отдохнули, то обязательно залить костер, закопать, потому что в этом году вообще очень пожароопасная ситуация на природе. Слишком много сухой травы, и это грозит бедой обитателям леса и природе. Ну, здесь специально оборудованное место. Травы вокруг нет. Здесь, я так поняла, охотники или, наверное, охотники. Но оборудованное место специально тоже, если оставишь жар, ветерок подует, он бросил рядом все. Сухая листва, все. Очень пожароопасная ситуация. Поэтому не забывайте, если вы на природе, тщательно погасить огонь. Как костер прогорает, мы приготовим салат картошечки. Для этого я почищу черную редьку. Крупной терочке натру ее. Так, редьку натерли. И одну морковь, я уже почистила ее дома, также натру на этой же терке. Мелкой терке я натру несколько зубков чеснока. Так, овощи мы натерли. И теперь у нас есть соль. Я взяла базиликовую. А ну, признайтесь, кто-то из вас в коробках спичечных соль на природу берет. Так, посыпаю базиликовой солью. Вы все знаете, что редька очень полезная и для иммунитета, и для желудка, и для сердца. И отхаркивающая, и от простудных заболеваний. И морковь полезная. И что еще мы добавляли? Чеснок полезный. Добавляю вот сок лимона. Полезный. Сок лимона также очень полезный. У нас очень полезный получится салатик. А еще вот у нас базиликовое растительное масло. Мы польем пару ложечек. Вот так. А я вилки забыла, ложку забыла. Придется нам, как китайцам, кушать палочка. И мы замешаем вот так ножом. Ну, что сделаешь? Или его, Анатолий, сделаешь с палочкой? Посмотрим. В лесу, как вы увидите из наших роликов, нарезка будет, что мы нашли в лесу. Мы нашли вот такое яблочко. Добавим лесное яблочко в зайчиках. Еще польза. Да. Салатик готов. Накроем его полотенечком. Пусть он настаивается. А мы переходим к костру. Что, горячо? Да. Еще парочку минут, и мы будем класть картошку. Ну, ждем. Ух ты, какой тебе шикарный стульчик, ческамейка. Оборудовал. Просто ты надо беречь, на камне нельзя сидеть. Вон там еще камень я тебе тоже приготовил. Присядешь на него, и все. Понятно. Ух ты, я такими вилками еще не ела. Та вилка, как у царей первого тысячелетия, сначала и до нашей эры. Двузубые вилки же сначала были, потом были другие. Вот будешь как древняя царица кушать. Хорошо. Ну, что там? Сейчас разроем вот такую ямку. Побросаем сюда картошку. Ах, а горит. Так, а жара не маловато будет? Нормально, сейчас мы сгораем. Ну и вот, друзья, салат у нас уже настаивается. Картошечка запекается. И мы прогуляемся по лесу, покажем вам окрестности нашего леса. И до сих пор еще у меня есть. Вон, хотели показать, чтобы я показала вам стволы деревьев. Вот такие у нас сосны. Выбралась я с хвойного леса. Ни одного грибочка нет. Иду с пустой корзинкой. Но зато подышала полезным хвойным воздухом. Ой, вы посмотрите. Живокость еще цветет. Были уже заморозки. А они ему не страшны. Цветет, еще радует. Ну и чтобы не терять время, пока Иван Афанасьевич позовет, пока картошечка будет готова, соберу немножко шиповника. Вы посмотрите, какой он красивый в этом году. Какой роскошный. Ну что, Ванечка, уже 40 минут прошло. Проверяем. Сейчас проверим. А я даже не буду клеивать. О, хорошая. Мягкая? Да, мягкая. Ух ты. Все, я вытасшил. Так, а что я взял такой? Цей? У тебя и рогач. А ему можно вот такой раз и все. Ваня и рогач придумал. С печи доставать, да? Конечно. Все как положено. Шесть штучек. Хватит нам по три? Что-то проголодалось. Буду было мне все. О, пошли. Пошли пока горяченько. Как я скажу, у нас в катерть самобранка. Да, сейчас волосуем. А ароматы на весь лес. Сейчас вовки сближатся. Вот столовые приборы готовы. Можно пробовать. Ничего себе. Пробую я. И полезный, и лечебный, и вкусный. Посмотрите, друзья, какой Иван Афанасьевич изобретатель. Да, это древнее изобретение. Ну, я еще с таких вилок не ела. Так я вообще могу вот такое поесть? Это у нас прям выживание в джунглях. О, вот так я попробую. Ты еще и китайскими палочками умеешь. Да, а-а-а-а. Ну, разворачивай меня картошечку. Друзья, салат изумительный. Нет, лучше двузубая вилка. Разворачивай картошечку. Ах, горячая. Ай, брензу я возьму. Ой, посмотри, какая красивая. Вот это должна была быть картошка под парусом. Тарелочки не надо, вон на фольге. Угу. С печеревочком. Ах, а пахнет. Ну, пробуй. Ах, горячая. Объединение. Что значит на костре, да? Спасибо нашему облэнерго, что выключает свет. Иначе бы мы на природу не вырвались. И вы бы с нами не погуляли. Ммм, вкусно, Иван Аханасьевич. Ммм. Правда, вкуснее, чем мы вилками есть. Вкуснее на природе, да? Очень вкусный салат. Очень полезный. Очень вкусная картошечка. Да. Я вижу, что вкусно. Ого. Вкусно. А тепло как? А погода, друзья? Бабье лето настоящее. Наверное, градусов 20. Давай. Да, пораздевалась. Надо идти. Красота. Очень вкусно. Вкуснее обеда у нас еще не было, да, Ваня? Ммм. Самый большой плюс, что посуды нет. Ни одноразовых тарелок, ни вилок. Вот одну только мисочку помоем и все. Все. Все, друзья, вот такой у нас сегодня вынужденный, но вкусный рецепт. Спасибо, что прогулялись вместе с нами. До новых волнующих встреч. И всем прекрасного настроения. Пока. До свидания.